Друзья, всем привет! С вами снова Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня у меня на канале будет честный обзор на новинку от компании Infinix в младшей линейке Smart. Infinix Smart 8 Plus. Телефон появился в продаже в январе этого года и это один из немногих телефонов с большой батарейкой 6000 мА в бюджете до 10000 рублей. И примерно за эти деньги вы его можете купить в интернет-магазине Play.ru, которые предоставили мне этот смартфон на обзор. Там же можно купить большое количество бытовой техники, электроники и носимых гаджетов по самым низким ценам. Так что если выбираете себе сейчас что-то новенькое, проходите по ссылочке в описании. С точки зрения дизайна Smart 8 Plus абсолютно сразу же напоминает практически все новые модели от Infinix. Большой квадратный модуль камер, который опять же отдаленно напоминает продукцию Apple. Вы получаете довольно увесистое устройство, учитывая что под капотом у нас 6000 аккумулятор, но при этом нельзя сказать, что оно получилось очень толстым. 9 миллиметров в толщину, 207 грамм телефончик весит. Комплектация, учитывая то, что это младшая моделька Spark, здесь довольно-таки скромная. Естественно, вы не получаете чехольчика, но зато здесь блок зарядки на 18 ватт, а не на 10. Также здесь у нас кабель Type-C, инструкция по эксплуатации и ключик для сим-лотка. В отличие от своих братьев Smart 8 и Smart 8 HD, где под капотом был пусть и не самый навороченный, но довольно неплохой Unisoc Tiger T606, здесь мы получаем довольно-таки слабый процессор. Это MTK Helio G36, который по сути своей является переименованным G37, то есть не самый мощный. Здесь у нас 4 гига оперативной памяти и 128 гиг внутреннего хранилища. Ну а что касается камер, то вы получаете основной модуль 50 мегапикселей, датчик глубины, двойную вспышку, ну а на фронтальной поверхности камера на 8 мегапикселей. С правой стороны у нас кнопка включения, она же сканер отпечатка пальцев и клавиши регулировки громкости. С левой стороны сим-лоток, причем это полноценный сим-лоток на 2 симки и SD-шку, и имеется даже силиконовая прокладочка. Сверху у нас пусто, снизу 3,5 мм, микрофон, Type-C и динамик. Динамик здесь один. Сам экран у нас 6,6 дюйма, это IPS-матрица 90 Гц. Но учитывая, что процессор здесь очень-очень слабый, 90 Гц вы получите, ну разве что вот так вот, перелистывая столы и в настройках меню. Вот, собственно говоря, и все. Во многих программах, даже базовых, стандартных, начинаются подтупы и фризы. Процессор не вытягивает эти 90 Гц. Что касается системы, то здесь все вполне себе традиционно. Это XOS 13 версии. И, собственно говоря, она довольно-таки неплохо позволяет кастомизировать и настроить телефон. Но сама версия Android здесь упрощенная, то есть Android 13 Go. Это говорит нам о том, что телефончик этот бюджетный и те приложения, допустим, от Google, которые здесь установлены, они в версии Go. Ну, допустим, галерея Go. Тем не менее, возможности по настройке здесь есть. Есть раздел персонализации и установить темы, обои, шрифты вы все так же можете. Экранчик здесь не самый яркий. Даже на максимальной яркости могут возникнуть проблемы на улице в яркий солнечный день. Но в помещении его вполне себе хватает. Адаптивная регулировка отрабатывает нормально. Можно включить ночную тему, причем как по расписанию, так и на постоянку. Ну и также можно настроить частоту обновления 60-90 Гц, либо же автоматически. Настроек экрана по цветопередаче здесь, к сожалению, нет. Но, в принципе, из коробки все довольно неплохо. Мне бы хотелось чуть более яркие и насыщенные цвета, но, учитывая бюджетность устройства, в принципе, жаловаться не приходится. С точки зрения производительности, но, конечно, это не игровой смартфон. Все осложняется тем, что GPU у этого процессора это слабый PowerVR GE8320. Был бы здесь хотя бы Mali-G57, то можно было бы поиграть в какие-то простецкие игрушки. Но с таким ускорителем, к сожалению, разве что в Candy Crush Saga, да какие-нибудь Angry Birds или 3 в ряд вы можете играть нормально. Даже PUBG на минималках то и дело фризит и лагает. В общем, это абсолютно не игровое устройство, и я думаю, что люди, которые будут сознательно покупать этот телефон, в игры, ну, точно не играют. В Geekbench совсем грустные цифры. 148 баллов на одно ядро и 533 на все 8. Это действительно очень-очень слабый процессор. Зато он абсолютно не греется. Зеленый график мы видим в троттлинг-тесте, но производительность на уровне 75 гипс говорит нам о том, что да и в принципе греться тут-то и нечего. Даже если по полной попытаться загрузить телефон, он едва-едва становится теплым. Внутренний накопитель 128 гигов, это, конечно, хорошо, но это скромная EMMC-шка со скромными скоростями. 214 мегов на запись, 300 на чтение. Это все, на что вы можете рассчитывать. Модуль Wi-Fi здесь двухдиапазонный, это неплохо. И я был подключен по 5 гигагерцам к своему роутеру. 500 мегабит выдает мне провайдер, ну и получаю я примерно 260-290 мегабит. Bluetooth версии 5.0, но, к сожалению, модуля NFC нет. Причем, насколько я знаю, на других рынках есть версия и с модулем NFC, но вот в Россию официально приехала версия без него. С точки зрения GPS, не самый лучший результат. Точность всего лишь 4 метра и всего лишь 6 спутников в использовании. При этом искал спутники телефон очень и очень долго. Это на самом деле расстраивает, потому что телефон с таким большим аккумулятором и довольно большим экраном как раз таки можно было бы комфортно использовать в качестве навигатора. Зато с чем здесь полный порядок, это с автономностью. У меня телефон был в качестве второго в основном для звонков, социальных сетей и ютюбчик, и я заряжал его раз в три дня. Это действительно очень здорово. Даже если очень активно пользоваться телефоном, вам будет его хватать примерно на полтора-два дня. С точки зрения звука, к сожалению, телефон ничем вас не порадует. Один динамик, да и тот не очень хорошего качества. Громкость невелика, вы получаете в основном высокие частоты, низких и серединки практически нет. В общем, если вы хотите послушать музыку, лучше использовать наушники. Благо, три с половиной миллиметра здесь имеются. Но киношку посмотреть, допустим, этого динамика вполне себе хватит. С точки зрения фото и видео возможностей, здесь в принципе все вполне себе предсказуемо для телефончика этой ценовой категории. Причем, что интересно, фронтальный модуль на 8 мегапикселей делает неплохие фотографии даже в помещении, с неплохой цветопередачей и детализацией. Ну а основной модуль на 50 мегапикселей действительно радует хорошей детализацией, контрастом и балансом белого. Как на улице, так и в помещении. Если будет недостаточно света, то начинают уже вылезать шумы. Но опять-таки, учитывая бюджетность устройства, я думаю, что этих модулей большинству должно хватить. Ну вот, с точки зрения видео, здесь, конечно, все довольно-таки грустно. Full HD 30 кадров без стабилизации и качество видео здесь довольно среднее. В общем, давайте посмотрим на примеры и будем резюмировать. Телефончик умеет снимать Full HD 30 кадров в секунду. К сожалению, 60 кадров нет. Ну и нету фирменного 2К 30 кадров в секунду, которое мы видели у многих телефончиков Infinix. Но здесь сказываются, к сожалению, лимиты, ну или ограничения чипсета G36 от MTK, который, к сожалению, не умеет снимать в 2К и не умеет снимать в 60 кадрах. К сожалению, стабилизации здесь тоже нету, поэтому снимать лучше статично, иначе картиночка будет получаться довольно тряской. Но при желании в яркий солнечный день, как сегодня, можно получить довольно неплохое детализированное видео при съемке на основной модуль камеры. На фронтальную камеру, опять же, Full HD 30 кадров в секунду. Опять же, без стабилизации. К сожалению, динамический диапазон при съемке на фронтальную камеру не очень широкий, и, как вы видите, имеются засветы заднего фона. Я на переднем плане получаюсь неплохо, с довольно неплохой детализацией. Цветы передачи, ну, скорее, близка к естественной, но картиночка такая немножко серая, что ли, получается. По крайней мере, вот тон лица какой-то такой немножко темно-серый. Но, опять-таки, учитывая бюджетность устройства, качество видео, ну, нельзя сказать, что очень стыдное. Вот такой вот он Smart 8 Plus от Infinix. Телефон с огромной батарейкой 6000 мА. И телефон подойдет, в первую очередь, тем, кому не нужна суперпроизводительность, но при этом нужна хорошая автономность. Здесь с этим проблем никаких. В остальном же это типичный бюджетный смартфон, который своих денег вполне себе стоит. Так что, если вам нужна большую батарейку за небольшие деньги, присмотритесь Infinix Smart 8 Plus. На сим все. С вами был Айс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.